Ну, у нас, кстати, вышла одна партия любопытная. Наверное, не все знают дебют этой партии, но все знают её концовку. А для тех, кто не знает, я просто не могу удержаться и не показать её. Это классика, друзья, всем нужно знать. Володя, узнаёшь? Ну, я знаю, что это за партия. Чёрными вроде пианист играл. Чёрными, да, один известный пианист. А белыми кто играл? А белыми играл автор многочисленных книг в соавторстве Скалиниченко. Известные книги по защите каракана. Карпов-Тайманов же, правильно? Карпов-Тайманов, да. Здесь Карпов пошёл Б6. Депутат, да. Получил ладья А1. Депутат, депутат, так так поисказал. Красиво, ладья А1, конь Ж3 шах и ладья А8, маятник такой, да. А теперь, если перейдём победить в Еле, А же просто ладья А8 вернулась, и неожиданно Марк неизбежный взвинул это Карпов, после конь Ж3 сдался. Одна из самых известных в партии. А белыми филателистами. Да, правильно, белыми филателистами, конечно, это главное, да. Филателист против пианиста играли люди мира. Мира, искусство и коллекционирование. Ну, не знаю, насколько хорош этот вариант, но то, что он заставил Фаби задуматься уже на полчаса, а Фаби известен своей дикой подготовкой, очень глубокой, очень качественной, то, что удалось сбить Фаби, это уже большой успех, я считаю. Спасибо. Спасибо.